Дорогие друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в книгу Берешит. И сегодня мы начинаем разговор о недельной главе Толь-Дот. А вы сразу же, без промедления, ответите мне на вопрос, какое у нас число? Двадцать шестой хишвана. О, правильно! Двадцать шестой хишвана пять тысяч семьсот восьмидесятого года. И вы, конечно, знаете, я вам напомню, что сегодня вечером начинается двадцать седьмой хишвана. А это день, когда Ноах вышел из Ковчега и получил свои заповеди для всего человечества. Поэтому этот день празднуется во всем мире, как день в Нейноах. Естественно, что это будет сопровождаться большими мероприятиями. Завтра в семь часов вечера состоится торжественное собрание по этому поводу с обсуждениями, поздравлениями. А где подпосты? Где по-географически? Улица Рава-Герцога, дом 15. Второй ли? Здесь ли продается славянский шкаф? Шипирлиц живет на видной этаже. Да. Окей, я думаю, что мы вернемся все-таки к недельной главе, несмотря на ваше игривое настроение. Настроение. Хотелось бы не только тучи, но и дождик. Все в ваших руках. ТОР. ТОР. 19 глава. Я напоминаю вам, что мы ориентируемся на правила, которым у нас научил Рав Цвюду Кук, сын Рава Авраама Ицкаака Кука. И правило это состоит в том, что недельные главы поделены на пары. Вы помните это? И понятно, что это правило не работает на протяжении всей ТОР. Но на протяжении Берешит, Шмот и Ваекра это правило работает. То есть его можно очень четко проследить. Проследить практически без исключения. Но даже у исключения есть там своя пара. И поэтому глава ТОЛЬДОТ, она вторая из той пары, которая посвящена нашему отцу Ицхаку. Потому что две пары, которые были посвящены Аврааму, они как называются? И дальше пойдет Яков. Все очень просто. Но дальше мы с вами увидим потом. А сейчас меня интересует ТОЛЬДОТ. И несмотря на то, что в этой главе уже рождаются и функционируют и Яков, и Исаф, и мы увидим и поговорим. Я надеюсь, успеем поговорить про это. Все-таки я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего на Ицхака. На Ицхака прежде всего обратить ваше внимание. Ведь это поразительная вещь. Посмотрите, как ТОРА обыгрывает необычность его. Посмотрите, 19-й посух, с чего начинается. И это родословная Ицхака сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Согласитесь, что эта фраза явно с лишними словами. Понятно? То, что Авраам родил Ицхака, это обычное выражение, которое в ТОРАХе употребляется все время. Мы это видели в книге Берешита, в главе Ноах, навалом. Это не новое выражение. А вот зачем повторять? И это родословно Ицхака сына Авраама. Но если Ицхак это сын Авраама, то зачем мне говорить, что Авраам родил Ицхака? Вы понимаете, что с точки зрения редактора, вот если бы ты послал такую, я не знаю, там, статью или книгу редактору, он бы сказал, слушай, ты с ума сошел? Или это оставляя, или это? Он бы вычеркнул это. Потому что это просто повторение того же самого. Это автология. Но ведь в ТОРе-то вещи эти не случайны. Понимаете? Значит, нам чего-то хотят сказать, потому что здесь такое вопиющее излишество, что оно просто кричит. Невозможно его не заметить. То есть, нам говорят, ты посмотри, что делается. Авраам родил Ицхака? Это же фантастика, этого не может быть. Почему? Да потому что Авраам, он весь Хесед, а Ицхак, он весь Дин. А как же Хесед может родить Дин? Гвура, суд, Дин. Назовите как угодно. И поэтому нам хотят заострить внимание, знай, что несмотря на то, что Авраам, он, казалось бы, весь Хесед, тем не менее, есть в нем какая-то доля этого суда, этого Дина, этой Гвуры, которая позволила ему таки родить Ицхака. Не мог Авраам родить Ицхак, если бы в нем его не было. Понимаете? Не может человек выдать то, чего в нем нет. Ты не можешь ожидать, я не знаю, не будем приводить пример. То, что я могу, могу, то, что не могу, не могу. Но если от Авраама это ожидалось, и он смог это сделать, значит, это в нем было. То есть мы видим, что даже Авраам, который такой весь Хасид в смысле Хеседа, и в нем лежало понимание того, что суд таки, да, легитимен. И как мы это видели, где это выявилось в истории со Сдомом в основном, не только, но в основном там. Когда Шем сказал ему, я буду уничтожать Сдом, и Авраам торгуется. Но обратите внимание на самое-то главное, что он не посмел, наш отец Авраам, подставить под сомнение саму легитимность суда вообще. Он говорил, суд несправедливый, так не делается, как ты можешь такое сделать? Но он не сказал, а как вообще это? Он не сумел это сказать, почему, уже понимал, что это нелегитимно, то есть это несправедливо. И Авраам согласился с Судом, когда меньше десяти, понимаете? И вторая история, это когда он пошел и согласился принести своего сына в жертву, согласитесь, это такой Дин, что супер Дин. И он согласился с этим. То есть у них в конце жизни, мы с вами в этом году не разбирали подробно, это история о жертвоприношении, но в прошлом году разбирали, в беленьком издании написано. И цель этого мероприятия была в том, чтобы они примирились между собой. Авраам и Ицкак, их качество, Хэсэт Эдин. И тогда рождается Ицкак. Поэтому это действительно революция, но она произошла. Революция, о которой говорили. И был Ицкак сорока лет, когда взял ревку дочь Битуэля Рами, Испада Нарама, сестру Лавана, Рами себе в жену. Мы видим с вами, что и возраст Ицкака, он совершенный. Что такое сорок лет? Сорок лет это четыре раза по десять. Кабалу можно изучать. Ну, и на английском Кабалу, имя Всевышнего из скольких букв состоит? Четырех. Полнота каждой единицы в какой цифре выражается? Восемь. Самая большая цифра какая в мире? Вы можете сказать? Десять. Десять, я бы сказал. Десять. Число. Число. Ты прав. Число. Самое большое цифра – это девять. А самое большое число – десять. Потому что после этого начинается складывание и повторение десятков. Понимаете? То есть, десять – это максимум. Потому что десятью речениями создан мир и так далее. Десять, десять, десять. И поэтому четыре на десять сорок мы видим, что в личности его проявляется абсолютная зрелость. Именно когда он достиг полного человеческого совершенства, он женился. И вообще, надо сказать, Ицхак – это удивительная личность. И мы с вами много раз говорили, что есть разные модели. Разные модели семейной жизни у наших отцов. Три модели. Это Авраам и Сара. Ицхак – это Ицхак и Ривка. И Яков и Рахель Илья. И мы видим, что это три совершенно разных модели. И они были очень разными. И мы видим, что с точки зрения идиллии полной, это модель Ицхака и Ривки. Я не говорю, что модели другие нелегитимны. То есть, понятно, у каждого из наших отцов и матерей была своя задача историческая и так далее. Это было все правильно и хорошо для них. Но, я говорю, для нас, когда мы с вами пытаемся какую-то из этих моделей скопировать, и они на выбор, это же наши отцы и нашей матери, понимаете, с кого мне копировать, с кого делать жизнь, то понятно, что человек, который хочет гармоничной, люди, которые хотят гармоничной семейной жизни, понятно, что образец такой жизни, если они хотят, дело хозяйское. Это Ривка и Ицхак. Вообще, надо сказать, что Ицхак – это самый абсолютный из наших отцов. И мы с вами видели уже, например, кстати, не забывайте о том, что он первый ребенок во всей этой семье, который был обрезан на восьмой день. Авраам всю жизнь прожил, и где-то во сколько, там, в сто лет? В 99 лет сделал обрезание. Никогда не поздно. Никогда не поздно, я все прекрасно понимаю, но согласись, что человек, которому ребенку сделали обрезание, это означает, что вся его жизнь с детства происходила вне вот этой вот кожуры, которая закрывает душу. Она закрывает, она закрывает. Поэтому в этом плане с детства у него была эта открытость. Я не говорю, что это его заслуга, это его преимущество. Заслуга, конечно, у Авраама, когда в 99 лет себе без анестезии, я не знаю, это вообще представить невозможно. Но это Авраам. Вот, это первое. Во-вторых, он родился единственный, нет, не единственный. Яков тоже родился в Эра Цесраэль, но он родился в Эра Цесраэль после Авраама из нашей семьи в первый раз. То есть, единственный, первый из наших отцов, который родился в Эра Цесраэль. Еще я хочу вам напомнить очень интересную вещь, уникальную совершенно. Ицхак никогда не покидал Эра Цесраэль. Опять же, это не означает, что Авраам или Яков, они не правы или ошибались. У них была функция. Аврааму нужно было и быть в Месопотамии, и в Египте, собирать там эти искры святости. И Якову надо было ехать за женами, чтобы строить народ Израиля. Все то, что они ездили, Авраам и Яков, это, безусловно, правильно и верно. Но для Ицхака даже этого Всевышний не дал ему сделать. То есть, он не дал ему покинуть Эра Цесраэль никогда. И я вам скажу, даже больше того, даже в Эра Цесраэль, он не везде был. Он никогда не был на территории севернее Ярушалаима, горы Мурья. То есть, Гра, Бершева, гора Мурья, Хеврон. Вот эта территория. Это то, что потом, через много-много-много столетий, стало называться наделом Иуды. Это надел Иуды, все эти места. Но, понятно, что до этого еще никакой Иуды не было. Но территория это вот эта. То есть, что такое Иуда? Это Южная Эра Цесраэль, Южная Эра Цесраэль. И вот никогда он не покидал эти границы. Представляете, даже в Бейтеле он никогда не был. Вы были в Бейтеле? Нет? Были. Уравьё все никогда не были. Но проезжали, в Шиловы были-были. А Эдсхак никогда не был ни в Бейтеле, ни в Шилов. Где мы еще видим с вами его абсолютное совершенство? Это возраст, который, конечно, свидетельствует о многом. Сколько лет он прожил? Обижаете. Давайте начнем сначала. Сколько прожил Авраам? То есть, МС-5. Отлично. Ступорку прожил Яков. Это уже наперед. А, то есть, вы еще не читали «Сельчий главный сервер». 147. 147. Отлично. И помните, я по-моему, плохи мои года немногие. Это вообще не жизнь, это ужас. И он прав. Но сколько прожил Эдсхак? 180. 180 лет. А мы с вами знаем, что Тора не просто приводит возраст. Он больше всех получается. Он прожил больше всех, поскольку был самым совершенным. Самым совершенным из наших отцов. Абсолютным. Абсолютное качество суда. И готов был принести себя в жертву без всяких проблем. Это абсолютная личность Эдсхака. Понимаете? Это я не для того, чтобы мы своим подражали ему. Он не подражает. Но надо знать, что среди наших отцов была такая личность. Понимаете? И многому стоит у него учиться. Понятно, у каждого свое назначение, своя функция, своя жизнь. Но не учитывать вот эту абсолютность Эдсхака мы тоже не можем. Теперь в этой главе мы с вами увидим очень много Эдсхаки. Не столько Эдсхаки и Эдсхаки, сколько Эдсхаки. Вот давайте посмотрим. И умолял Эдсхак Ашем напротив жены своей, потому что бесплодна одна. Я ответил, можно забереть ее, Ривка, жена. Как всегда в нашей истории, ни Исара, ни Ривка, ни потом Рахелеле не могут родить. И, кстати, потом это Ханна не могла родить, Смуэль и так далее. Значит, каждый раз, когда должен родиться какой-то важный сын, есть проблема. Ну, это понятно. И чего мы с вами ожидали? Да, вот с точки зрения качеств. Был у нас отец Хесед, да? Весь такой вот Хесед. Авраам. Потом у нас был отец, который весь Дин, Гвура. Чего мы сейчас ожидаем? Вот третий отец намечается в этой серии. Он должен быть объединяющим. Тиферат, Гармония, как угодно назовите это. Рахамин. То есть, понятно, что сейчас родится третий отец, который будет объединяющим. И он таки, наконец, проявит единство качеств Творца. И от него может пойти непосредственно народ Израиля. Понимаете? И что? И совершенно не так происходит. Вот иногда так вроде бы ясно, да? Куда идет? Вот тот Авраам. Ицхак. Понятно, сейчас будет третий, который их объединит. Так ведь нет же. Смотрите. И толкались сыновья внутри ее. То есть, у ней близнецы двое. Ривка в шоке. И сказала, если так, зачем это я? И пошла спросить Ашем. Или она сама спрашивает Ашем. Или, скорее всего, пошла, а значит, пошла к пророку. И сказала Ашем ей, два народа в животе твоем. И два царства изнутра твоего разделятся. И царство будет сильнее царства. И старший будет служить младшему. Вот тебе бабушка Юрия в ней. Вы понимаете? То есть, вместо того, что вышел один объединяющий, синтезирующий отец, опять есть два сына с противоположными качествами. Да они еще борются между собой. И до исковой гармонии еще очень далеко. Вот это когда, когда вроде бы все идет по плану, и бац, оказывается, план нарушается. Да, то есть, вместо того, чтобы здесь уже был третий объединяющий отец, опять, казалось бы, намечается отборочная работа. Или же оба эти сына продолжат. Но согласитесь, что это гораздо труднее, когда два сына, такой тандем. Почему не объединить эти качества в одном человеке? И исполнились дни ее ржать. И вот близнецы в животе ее. Близнецы имеется в виду, что они вместе родились, не то, что они похожи. И вышел первый красный весь. И вышел первый красный весь, как одежда волосяная. И назвали имя его Эйсав. Интересно. А второй? И после этого вышел брат его, и рука его держится за пятку Эйсава. И назвал имя его Яаков, а Ицхак 60 лет при рождении их. То есть, мы видим с вами, что два этих сына рождаются совершенно противоположными. Первый. Красный и волосатый. Что означает красный цвет? Что такое красный цвет? Что означает? Кровь. Кровь? Кровь. То есть, человек, который умеет что? Убивать. Убивать, проливать кровь. А что такое? А почему он волосатый? Это о чем свидетельствует? Ребенок рождается волосатым. Животное начало. Рега, рега, рега. Все дети рождаются... Только, может быть, немножко волосы на голове. Неправда. Что неправда? Неправда. А как? Я сразу с прической родился. Окей. А ты родился с прической. Но в любом случае, прическа твоя была на голове. Понимаешь? А все тело их абсолютно гладкое. Так это происходит. И ты не видишь в роддоме, пойди посмотреть на одного волосатого ребенка. А тут вдруг рождается ребенок. Мало того, что он красный, но еще и покрытый шерстью. Вы представите, что это значит? Меня интересует, что это означает. Мне интересует, что это означает в точке зрения его характера. Как красный свидетельствует о умении проливать кровь, то волосатый свидетельствует тоже о чем-то. Продившись к тому, не сформировавшись к этому, взрослым, таким, что окружающим нельзя снимать немедленно назвали его и сам. Яфей, мне нравится, что ты читаешь Белое издание. Это очень полезно. Я декламирую. Я декламирую в Белое издание, это тоже хорошо. Но меня интересует, а в чем здесь логика? А логика в том, ведь понимаете, что ребенок таки потом покрывается волосами. Понимаете? То есть так же, как логично, что ребенок рождается гладенький такой, без всяких волос, кроме как немножко на голове, то потом, естественно, в течение жизни он покрывается волосами, что является свидетельством его взросления. Так вот, нормальный процесс. То есть, сами по себе волосы, они не являются чем-то негативным, потому что если бы волосатость была вещью плохой, так никто бы не покрывался волосами. Так все покрываются волосами, только не все сразу. А вот он сразу, что это о нем говорит? Совершенно верно. Совершенно верно. Обратите внимание, что ведь волосы даже нашими мудрецами, они воспринимаются как индикация взрослости. Если человек вырос, у него нет минимума волос, а зол считается еще и не того. А человек, который покрыт волосами, значит он подрослет, сформировался, а этот родился уже готовым, понимаете? Ему не надо взрослеть, он родился готовым человеком. И это удивительно. С мировоззрением. С полной готовностью к внешнему миру, понимаете? Он может жить уже. Его не надо, ведь обычно ребенку холодно. Когда он рождается, его там по всякие там обогреватели, лучи, я не знаю, что-то еще. Его же на улице не выставишь, он умрет сразу. А ежели он покрыт шерстью, так и животным не нужно какой-то инкубатор, понимаете? То есть он готов к труду и обороне. Готов к труду и обороне. И это натолкнуло их на мысль... Кстати, обратите внимание, не написано, кто его назвал. Вы икру назвали. Кто назвали? Окружающие, видимо. Не написано, что Ривка его назвала. Как они его назвали? Эйсав. Эйсав от слова на осот. То есть осуй, сделанный. Вы понимаете, что характером Эйсава является его полная готовность к жизни в нашем мире, в окружающем. Готов. Он родился готовым. При этом он умеет проливать кровь. То есть это человек с качествами лидера. Это такой у нас Эйсав. А вот второй вышел полностью противоположным. И рука его держится за пятку Эйсава. И назвал имя его Яков. А при чем здесь Яков и при чем здесь пятка? А как Яков переводится? А? Эйсав. Пятка. Пятка это Эйкев. А не у него именно так. Эйкев. То есть Яков это от слова пятка. То есть можно сказать, что имя Яков оно означает тот, кто тот, кто пытается достать. Помните, был такой лозунг? Ну, вы не помните, конечно. А давно, давно, давно был такой лозунг догнать и перегнать. Когда советские руководители решили догнать и перегнать Америку. До сих пор им этого не удалось. Но лозунг такой был. Почему? Некоторые проспекты не должны перегнать. И в оружии, может быть. Окей. В любом случае был такой лозунг догнать и перегнать. Вот это характер Якова. Понимаете? У него нету какого-то явно выраженного лидерского характера. А он пытается ухватиться за Исава. За жизнь. Всегда хочет, всегда хочет, понимаете, это полностью противоположный характер. Если Исава абсолютно законченный, сделанный, готовый, то Яков рождается со стремлением догнать. Понимаете? То есть он никогда не чувствует себя полноценным. Можно сказать, что Яков рождается с комплексом неполноценности. И мы это с вами видим на протяжении всей жизни. Отношение Якову достал. А Исава он не может сказать все, что о нем думает. Унижается, обманывает и так далее. Перед Исава у Якова вечный комплекс неполноценности. Но первенец же получается Исава. Рега, рега. Понятно, понятно. Ну, более того, смотри, допустим, первенец Исав, но не каждый второй сын он хватается за пятку. Понимаете? Почему не вышел самостоятельно? Нет, он вышел, хватившись за пятку. То есть он пытается все время его догнать. Это значит ощущение, что ты сам по себе неполноценен. Вот мы догоним, вот тогда я буду полноценен. Это очень глубокие психологические корни, которые влияют на всю дальнейшую историю. То, что происходит дальше? Теперь понятно, что оба они обладают противоположными качествами. Исав, разумеется, качеством суда, красный волосатый, охотник, убивает, а Яков домашний, смотрите. и выросли юноши и стало и сам мужем, знающим охоту. Но это нас не удивляет уже. Мужем поле, а Яков мужем цельным, сидящим в шатрах. Он в шатрах сидит. Понимаете? То есть один гвура, а другой хэсет. А где же, где же единство-то качеств, которые мы так искали? нету. Разочарование? Авраам, Ицхак и вместо третьего объединяющего опять два. Где же тот самый Израиль, который так мы ищем и так мы ожидали? Вместо одного Израиля у нас теперь Исаф и Яков. Понимаете? И посмотрите, как между родителями, начинается спор. И полюбил Ицхак Эйсава, потому что лов во рту его. То есть Ицхак любит Эйсава, поскольку он приносит ему любимую им пищу, и мы это с вами видим. А Ивка любит Якова. Теперь, почему Ицхак любит Эйсава? Это понятно, потому что он продолжение его качества суда. А почему Ивка любит Якова? Вот вопрос. Так казалось бы, проблема. Что любит? Что любит? Отначает, что она его предпочитает. А как же он сможет? Как же Яков сможет стать лидером, ежели он всего-навсего, ежели он сидит и варит его супчик? Но это лидер. Абрам Хесед. Но так мы-то ожидали единства. Понимаете? А ответ на самом деле очевиден и я удивляюсь, почему вы мне его не даете. Ответ в прошлой главе. Yes. Намекну. Намекну. В прошлой главе есть этот самый. Написано черным по белому. Почему Ривка любит Якова? Забыли? Я могу напомнить. Но в этом не будет. Совершенно верно. А кстати, это не кто-то не прошлого главе. Это на прошлой странице. Извините. И сказал Яшем два народа в царстве твоем и два царства изнутри твоего разделиться и царство будет старше будет младше черным по белому. В любом случае мы видим, что Ривка предпочитает Якова, потому что она получила пророчество, что Яков будет первым. И обратите внимание, это и стало основой всей ее деятельности на протяжении этого рассказа. И интересно, что Ицхак этого пророчества не получил и что будет дальше и чем дело кончилось, мы с вами узнаем после обеда.